Европа и Азия долгое время существовали почти в изоляции друг от друга. Прорвать этот железный заново в Средневековье удалось скромному францианскому монаху Джованни Плано Карпини, который в XIII веке первым посетил Монгольскую империю. Братья ордена францисканцев хорошо знали своего товарища, веселого отца Джованни Плано Карпини. Этот итальянец из маленького городка Пьян-дель-Карпине избрал для себя духовную карьеру с юности. И впоследствии немало сделал для своего ордена, открывал новые миссии в Саксонии, управлял делами в Испании, руководил миссионерской деятельностью в Чехии, Венгрии и Норвегии. Однако прежде всего он славился своим добродушием. Братья ордена говорили, что отец Джованни заботится о них как мать о сыновьях и курица о цыплятах. Плано Карпини был не чужд простых радостей жизни, а потому отличался большой тучностью. Из-за этого он чаще всего передвигался не на лошади, а на осле, на которого было легче взлезть. А потому все чрезвычайно удивились, когда в 1245 году Папа Иннокентий IV выбрал этого грузного весельчака для дипломатической миссии в дикие и опасные монгольские земли, в ставку хана Великой Степи. Сам же Карпини лишь пожал плечами и начал собираться в дорогу. Выбор Папы Иннокентия скорее всего объясняется тем, что помимо веселого нрава, плана Карпини отличался еще и поистине железным характером, в том, что касалось интересов ордена и церкви. Он не раз отваживался вступать в жесткие споры как со светскими князьями, так и с епископами, если они, по его мнению, ущемляли права францисканцев. Так что смелости ему было не занимать. Стоит пояснить, зачем вообще главе католической церкви понадобилось устанавливать контакт с монголами. Дело в том, что как раз в разгаре был конфликт между церковью и императором Священной Римской империи Фридрихом II. Император в этой борьбе явно брал верх. Папе Иннокентию пришлось даже бежать из Рима и укрываться в Лионе. Чтобы взять реванш, в 1244 году Иннокентий начал подготовку к созыву Вселенского собора, на котором собирался торжественно отлучить своего врага императора от церкви. Однако этого было мало. Вселенский собор должен был решать вопросы более глобальные, чем спор двух вкладок Европы. Да и вообще папа явно ощущал, что ему не хватает политического влияния и его необходимо накапливать. Официальной темой Лионского собора было провозглашено избавление от пяти скорбей. Этими скорбями были дурная жизнь духовенства и мирян, сарацинская угроза, греческие схизматики, притеснение со стороны императора и, наконец, татарское нашествие. Татарами европейцы именовали монголов. Чтобы осудить императора, папа собрал в Лионе около 150 верных ему епископов. А для решения политических вопросов он отправил несколько дипломатических миссий. Доминиканец Андре из Ланжемо отправился договариваться о возможном объединении с патриархами восточных церквей. А плана Карпини выпало попытаться найти общий язык с далекими и страшными монголами. На тот момент ему исполнилось уже 63 года. Впрочем, если говорить совсем честно, то монголы не были такими уж совершенно страшными и неведомыми. Все-таки информация разными путями проникала в Европу. И представители католической церкви знали, что среди монгольского войска немало христиан. Правда, исповедовали они не католичество, и не православие, а не старианскую ересь, осужденную еще на Третьем Вселенском Соборе в V веке. Тем не менее, это давало надежду перевести монгольскую орду в католичество и получить тем самым мощнейшего союзника в борьбе против мусульманской угрозы. Так что миссия Карпини имела огромное значение, независимо от конфликта папы и императора. Отец Джованни двинулся в путь в 1245 году. Во Врацлаве к нему присоединился сопровождающий еще один монах-францисканец по имени Бенедикт Поляк. Это был очень ценный спутник, так как он хорошо знал географию, свободно говорил по-латыни и по-русски. А по некоторым сведениям знал даже монгольский. Путь двух монахов лежал через земли Чехии, Южной Руси, Казахстана, Хорезма. К 1246 году они добрались до верхней реки Архон, где располагалась главная ставка монголов. По современным расчетам, они проделали 3000 миль за 106 дней. Так вышло, что именно в это время в Орде кипела борьба за власть, что сильно осложняло ведение переговоров. В 1241 году умер великий хан Угедей. После него на высшую власть среди монголов претендовали Баты и Гуюк. Четыре года тянулось между властями, пока регентом числилась вдова хана Дерегене. Сначала Карпини с Бенедиктом посетили ставку Батыя в сарае. Там Джованни наблюдал за обычаями монголов, подробно расспрашивал об их верованиях и обрядах. Подробнейшее описание истории монгольских завоеваний, составленное им, содержит ценные сведения, в том числе и по русской истории. Карпини подробно описывает некоторые события, в которых участвовали русские князья. Например, трагическую гибель черниговского князя Михаила Всеволодовича. Отсюда недавно случилось, что Михаила, который был одним из великих князей русских, тогда он отправился на поклон к Бату. Они заставили раньше пройти между двух огней. После они сказали ему, чтобы он поклонился на полдень Чингисхану. Тот ответил, что охотно поклонится Бату и даже его рабам, но не поклонится изображению мертвого человека, так как христианам этого делать не подобает. И после неоднократного указания ему поклониться, и его нежелание вышеупомянутый князь передал ему через сына Ярослава, что он будет убит, если не поклонится. Тот ответил, что лучше желает умереть, чем сделать то, чего не подобает. И Бату послал одного телохранителя, который бил его пяткой в живот против сердца так долго, пока тот не скончался. Тогда один из его воинов, который стоял тут же, ободрял его, говоря, будь тверд, так как эта мука недолго для тебя продолжится, и тот час воспоследует вечное веселье. После этого ему отрезали голову ножом, и к вышеупомянутому воину голова была также отнята ножом. Затем Карпини двинулся дальше, и осенью 1246 года посетил Курултай, на котором был, наконец, избран великим ханом соперник Батыя Гуюк. Монах описал как церемонию избрания, так и внешность и характер нового правителя степи. Этот император может иметь в роду от роду 40 или 45 лет или больше. Он небольшого роста, очень благоразумен и чересчур хитер, весьма серьезен и важен характером. Никогда не видит человека, чтобы он попосту смеялся или совершал какой-нибудь легкомысленный поступок, как нам говорили христиане, неотлучно с ним пребывавший. Говорили нам также христиане, принадлежавшие к его челлиде, что они твердо веруют, что он должен стать христианином. Сейчас ученые предполагают, что монументальный труд «История мангалов», именуемых нами татарами, Карпини писал все же не один, а с помощью Бенедикта Поляка. Но в любом случае, это ценнейший документ, содержавший массу сведений о бытии нравах орды середины XIII века. Собирать все эти сведения монахам приходилось с немалым риском, ведь их жизни полностью находились в руках монголов и могли быть оборваны по любой прихоти. При этом хитрый монах умудрился собрать не только этнографические сведения, но и данные о вооружении татар, об их военной тактике, манере строительства крепостей, способах осады и обороны. В своем труде мирный францисканец даже дает довольно пространные и толковые советы касательно того, как следует воевать с этим народом, как общаться с пленными и так далее. Особенно он предостерегает от излишнего доверия к монголам, так как их основная тактика – хитрость и вероломство. Дипломатический талант Плано Карпини помог ему и Бенедикту Поляку благополучно завершить свою миссию и в 1247 году вернуться в Лион. Хотя никаких договоров с монголами подписано не было, но Европа впервые получила подробное описание этого народа. Теперь как светские, так и духовные владыки могли иметь представление о том, с кем они пытаются договариваться и как нам следует себя вести. Мир за пределами Западной Европы стал понятнее. Отец Джованни за свои труды стал архиепископом одной из областей в Сербии, однако после своего странствия он прожил всего лишь 5 лет. В августе 1252 года он мирно скончался, оставив о себе добрую память. Статья подготовлена Виктором Баневым, публикуется в журнале «Загадки. История», номер 32, 2014 год. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу.